Меня зовут Юлия, я тренинг-менеджер компании WinLab. Сегодня мы проводим с вами второй вебинар уже по теме Win и разберём сегодня на вебинаре такие темы, как видоигристы Win в разных странах и методы их производства. Давайте перед началом тренинга, есть ли какие-то вопросы, может быть, какие-то пожелания. Их также можно написать в чат. Мы пока ещё подождём буквально минутку опоздавших, скажем так. Ну, замечательно. Никаких вопросов, собственно, нет. Тогда будем начинать. Я себя выключу, чтобы вызвать... С чего мы начнём? Мы, конечно же, начнём с шампанского, самого главного и гристого напитка, скажем так, в мире. Как вы знаете, что шампанский может называться только то и гристое вино, которое производится во Франции в регионе Шампань. И ничто и не надо. Причём из определённых сортов винограда. Самые главные сорта винограда, которые разрешены для производства шампанского, это шампанского, это шардоне, пино-нуар и пино-менье. Но на самом деле не все знают, что этот список дополняется ещё несколькими сортами винограда, допускаемыми в производстве игристых вин. Это такие сорта, как пиноблан, пиногри, птимелье и арбан. Но на самом деле, я думаю, что вы можете не встретить их в нашем ассортименте, да, такие сорта в шампанском, потому что они используются очень редко. Вообще, если говорить о терруаре региона Шампань, то здесь можно отметить, что он является самым северным регионом во Франции. А это, конечно же, значит, да, что климат там холодный, среднегодовые температуры составляют всего 11 градусов. И, соответственно, виноград обладает высокой кислотностью и при этом высокой минеральностью. Минеральность здесь идёт за счёт почв, да, почвы там меловые и завесняковые. И всё это в совокупности придаёт будущим игристым винам высокую кислотность, свежесть, да, и изысканность, скажем так. Вообще, наиболее типичное шампанское – это смесь вин из всех трёх сортов винограда. Нового урожая плюс добавление резервного, то есть прошлого года вина. Но есть ещё шампанские милизимные. Это значит, что используется урожай лишь одного года, но это большая редкость, но тем не менее присутствуют. Моносортовые и монокрю. Монокрю – это происходящее из одной деревни. Ну, а моносортовые, да, соответственно, из одного сорта винограда. Вот. Минимальный срок выдержки у шампанского – 15 месяцев. У милизимных – 3 года. Вообще, если говорить, да, так, если говорить о классификации шампанского, классификации игристых вин в целом, то они классифицируются по содержанию сахара. Вот здесь в презентации на слайде, да, вы можете увидеть, собственно, классификацию по сахару, она немножко более сложнее, чем у тихих вин. Если с тихими винами, да, всё понятно, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое, то здесь всё немножко сложнее. Вина, которая производится без добавления дозажного ликёра, да, в смеси вина и сахара после окончания производства, после вторичного брожения, они называются брудзиро. Здесь содержание остаточного сахара менее 3 грамм на литр, буквально. Остальные вина уже производятся с добавлением дозажного ликёра, да, то есть после вторичного брожения добавляется дополнительный сахарный ликёр плюс резервное вино. Следующая категория идёт экстра брюд, да, это уже менее 6 грамм на литр. Потом брюд. От 5 до 17 в основном. Экстра сухое, да, сухое. 12-20, полусухое. 17-35, полусладкое. Сухое до 50 и сладкое, соответственно, свыше 50. В шампанском есть ещё несколько типов вин. Они делятся по сортовому составу. То есть, если, например, шампанское производится из сорта винограда шардоне, то обязательно будет присутствовать надпись на этикетке шампанского блан-де-блан. Да, то есть 100% шардоне, и здесь будет преобладание больше лимонных вкусов, цитрусовых, яркая ароматика яблок и фруктов. Если игристое, ну, шампанское производится либо из пинонуара, либо из пиноминге, либо из ассамбляжа двух этих сортов, то тогда надпись будет блан-де-нуар, что означает в переводе белое из чёрного. В данном шампанском будет уже насыщенный вкус, аромат клубнинки, жёлтой малины и других ягод. Также у нас есть розе, да, конечно. Вот розе, здесь отличие от тихих вин в том, что розе получается путём смешивания белого шампанского с красным из сорта винограда либо пинонуар, либо пиноминге, соответственно. Красного шампанского не существует. Вот, запомните, пожалуйста, это. Ну, пойдём дальше, да. Если говорить о таких типах шампанского, да, и гастрономических сочетаниях, то можно сказать, что блан-де-блан, да, то есть шампанское, произведённое из сорта шардоне, либо где шардоне преобладает, будет хорошо сочетаться с морепродуктами, какими-то сливочными сырами и горячими и холодными закусками. Если шампанское производится из сорта винограда, ну, в принципе, если брать розе, да, например, то есть смешанное красное и белое, то здесь хорошо, такие универсальные варианты шампанского, он будет подходить, в принципе, практически ко всему, и к птице, и к телятине, и к фруктам, и к каким-то закускам, а также к сырам. А остальные брюдовские шампанские хорошо подходят к комарам, к устрицам, да, к морепродуктам, к птице и к блинам с укрой, да, что, в принципе, является неотъемлемой частью, наверное, новогоднего стола. Поэтому можно обратить на это внимание. Если вспоминать историю, да, создания шампанского, то, наверное, многие из вас знают, что якобы шампанское изобрёл Дон Переньон. Ну, на самом деле, это далеко не так. За несколько веков до рождения, скажем так, Дон Переньона, первое игристое вино было произведено в регионе Лангидок из сорта винограда Музак. Вот, но об этом уже тогда мы поговорим, обратив внимание на следующий слайд. Так как у нас Франция ограничивается не одним регионом, да, не только регионом Шампань, но и присутствует ещё, основные винодельческие регионы, то те игристые вина, которые производятся в них, уже в свою очередь называются креманы. То есть, если шампанское – это игристое вино, произведённое в регионе Шампань из определённых трёх сортов, то креман – это французское также игристое вино, изготовлено точно таким же шампанским, да, методом, методом Шампануа, но не в регионе Шампань. Выделяют такие довольно известные креманы – это креманы Эльзаса, Луары, Бургунзи, Лему, Журу, Иди и Бордо. Но, скажем так, ценятся в мире больше всего креманы Эльзаса и креманы Луары и Лему. А Бордо – креманы заходят, скажем так, на задний план, потому что их всё же большинство вытесняет тихие вина данного региона. Если говорить про креманы регионов, то, конечно, сортовой состав здесь будет присущ именно данному региону. То есть, если брать, например, креманы Эльзаса, то и сортовой состав будет эльзасский, да, те сорта, которые разрешено там выращивать, из которых разрешено производить вина. Это, конечно, в свою очередь, Крислинг, Георгс, Троминер, Сильвания, Пинагри. Вот. А креманы Эльзаса также отличаются высокой кислотностью, производятся они в основном в варианте сахара, брюд. Креманы Бургунзи, вот, кстати, если говорить о красных, да, красных игристых винах, то если шампанского красного не существует, в принципе, то креманы красные существуют, и производятся они именно в Бургунзи, креманы Мусо, Бургон Мусо это называется, производятся из сортов винограда Пинануара, Гоме, ну, в принципе, да, сорта, которые разрешено выращивать в данном регионе. Белые креманы производятся, конечно, также с сорта Шардоне, сорта Легате и добавлением Пинануара. Вот. Про методы производства, да, шампанское и креманы производятся одним методом производства, это традиционный метод, так как методом Шампануа его разрешено назвать, опять же, только в регионе Шампань, за пределами можно называть только традиционным. Вот. Но, опять же, если вспомнить историю вообще игристых вин, то этот метод нельзя считать особо традиционным, потому что самый первый метод, по которому производились игристые вины, называется методом Анцистраль. Если в шампанском, да, традиционный метод подразумевает собой вторичное брожение в бутылке, то в Анцистрале единичное брожение изначально происходило уже в бутылке. Но в чём минусы этого метода в том, что никаким образом не контролировалось давление, что не подразумевается в этом методе удаление осадка. И, соответственно, вино игристое, да, креманы получаются более мутные и не всегда с необходимым давлением, либо с переизбыточным, скажем так. Креманы по этому методу до сих пор производятся, в основном в регионе Вимы, и также, на самом деле, очень ценятся. На каждое игристое вино, да, найдётся свой поклонник. Вот. В креманах региона Бордо тот же самый сортовой состав, да, это, во-первых, Красный Бордо Блэнт, Каберна Савиньон, Мерло, Каберна Фран, Птеверда, также Савиньон Блэнт, Симеон, Мускадель. Вот. А у нас в ассортименте присутствуют креманы Бордо, да, вот это Калево, в первую очередь, наш собственный импорт. Но также стороннего ассортимента присутствуют и креманы Луары, и креманы Эльзаса, насколько я знаю. Всегда на бутылке кремана вы увидите надпись, да, креман де Бордо, например, креман де Бордо, например, креман де Эльзас, то есть то место, откуда этот креман будет производить. Сортовой состав может быть не всегда указан, да, потому что подразумевается, что все мы должны знать, какие сорта винограда в каком французском регионе, собственно, разрешены. Вот. Ну, тогда пойдём дальше. Ответом, испанским ответом шампанскому является игристое вно кава, да, производится, собственно, по такому же способу, по традиционному, подразумевает собой тоже вторичное ображение в бутылке, минимум 9 месяцев. Практически вся кава производится в регионе Пинедос, это до 95% всей кавы, но также кава может производиться в других регионах, и с 1 января 2019 года в регионе Риоха введена отдельная категория игристых вин, я думаю, что в 2020 году на наших полках мы их уже можем увидеть, и надпись там будет «Эспомос из Деколедад». Ну и, соответственно, сортовой состав будет присущ региону кава, да. Вот. Значит, для кавы разрешено много сортов, но в основном ключевые сорта – это Макабел, Парельяда и Шарелла, конечно. Это три сорта, которые вот тоже до 90% используются в производстве кавы, но также могут быть использованы и другие, как международные, так и автохтонные испанские сорта. Большинство кавы производится в категории блюд Zero, да, или блюд Natural, по-другому, то есть без добавления уже дозажного ликера в конце. Вот. Если говорить про новогодний стол, да, то, наверное, кава будет самым универсальным вариантом, самым оптимальным выбором именно для, скажем так, русского новогоднего стола. Потому что каву можно подобрать к абсолютно любым блюдам, она подходит к сырам, к морепродуктам, к закускам, и к мясу, и к птице, и к каким-то прочим нашим изысканным блюдам на новогоднем столе. Вот. Кава в Испании тоже различается, но различается больше по выдержке. То есть есть кава-резерва, есть гран-резерва, есть также розовая кава. Вот. Какие-нибудь вопросы, может быть, по шампанскому, по креманам, по каве, не стесняйтесь, пожалуйста. Ну, вопросов, как всегда, нет. Это просто замечательно, поэтому пойдем дальше, да. Следующие игристые вина, которые мы рассмотрим, это игристые вина Италии. Их на наших полках очень много, как собственного импорта, так и стороннего, да, ассортимента. Ну, наверное, самая знаменитая, довольно-таки в России, это, конечно, игристое вина Астя. Астя, опять же, это наименование апелласьона, да, в регионе Италии, в Пьемонте, и из него производится одноименное игристое вина. Астя всегда производится из сорта винограда мускат. А мускат, 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 а мускатель. Одни наименования, разные наименования одного сорта. Вот. Всегда с невысоким содержанием алкоголя, буквально 6-8, наверное, градусов, с низким довольно давлением, то есть с малым количеством, да, пузырьков. Если говорить про различия, вообще всех, ну, про различия Астя от шампанского, да, то различия, конечно, колоссальные абсолютно. Во-первых, сортовой состав, во-вторых, теруар, в-третьих, сладость, да, содержание сахара. Если шампанского, сладкого, да, полусладкого вы не найдете, то Астя всегда исключительно либо сладкий, либо полусладкий. Это, конечно, зависит от способности сорта винограда к накапливанию сахара в процессе созревания. Соответственно, мускат у нас такой сорт, который накапливает в себе очень много сахара, и, соответственно, при процессе брожения, да, очень много сахара остается для после необходимого нам количества алкоголя, получаемого в процессе производства. Вот. Следующее отличие идет, это, конечно, метод производства. Если креманы, шампанское и кава производятся по традиционному методу, что значит вторичное брожение в бутылке, да, и выдержка на осадке от, там, 9 месяцев, то Астя, просекая ламбруска производятся по методу Шарма. Этот метод более быстрый, менее дорогостоящий и в плане менее, меньше издержек, да, то есть если в процессе производства по традиционному происходят такие издержки, как, там, взрывание бутылок и прочего, то, конечно, по методу Шарма этого не случается. Поэтому, соответственно, стоимость, да, данных итальянских игристых вин, он, ну, стоимость сразу заметно ниже. Хорошо. Так, опять же, да, Астя, это название Апелласьона, производится, ну, и, соответственно, одноимённое, да, вино, производится из сорта винограда Мускат. Соответственно, и во вкусе больше медовых оттенков, карамельных, белых фруктов и очень много цветов. И всегда сладкое и малоалкогольное, да, маленький процент. Вот, дальше следующее игристое вино итальянское, это Просефа. Также наименование местности производится из сорта Глера. Раньше сорт Глера разрешено было называть и сорт, ну, Просека, но после, по-моему, 2007 года поменялось немножко винное законодательство именно по этому игристому вину. И теперь Просека производится из сорта Глера. Не в плане того, что поменялся сорт винограда, нет, поменялось просто наименование винограда. Вот и всё. Также производится по методу Шарма. Да, а зачастую здесь используется иногда и упрощённый метод Шарма, что не вторичное ображение происходит в стальных чанах, а просто единичное ображение в одном большом закрытом остальном чане. Ну и отсюда, конечно, и давление, да, то есть если говорить о ещё классификации игристых вин, то они зачастую ещё классифицируются по давлению атмосфер. А Шампанское в основном это 5-6 атмосфер, А Итальянские игристые, Астик, Просека, Лангрузка, это, ну, скажем так, от 3 до 5. Ну, это прям максимум. В основном 3-4 атмосферы, да, соответственно, и здесь меньше газированности, да, как таковой, меньше пузырьков. Вот. Следующим таким знаменитым тоже игристым вином является Лангрузка. Производится из одноимённых сортов, причём здесь уже семейство сортов. Семейство состоит из более 60 видов. В чём здесь вообще причина, да, и с каждым, скажем так, годом этих видов всё больше и больше. В том, что сорта Лангрузка, они очень легко упыляемы, и за счёт этого они изменяются, да, и скрещиваются между собой. Вот. Если брать, например, сорта Шардоне, да, который используется в производстве шампанского, то какой он был генетически 500 лет назад, такой он и сейчас остался. А сорта Лангрузка, они меняются, скрещиваются, проявляют какие-то всё новые и новые характеристики. Но, тем не менее, все эти сорта, всего этого семейства разрешены для производства Лангрузка. Именно поэтому Лангрузка от производителя к производителю, да, они очень разные. Вообще Лангрузка разрешено производить только в регионе Эмилья-Романия и в некоторых субрегионах региона Ламбардии. Но, опять же, да, они все абсолютно разные. То есть, если мы знаем, что асти от производителя к производителю будет практически идентичным, да, за счёт терруара, потому что апеллосьон небольшой, различий в терруаре там по местности практически нет, сорт винограда одинаковый, да, одинаковый метод производства, то всё равно они будут практически идентичны. А Лангрузка нет. То есть, попробовав, например, в маркизине Лангрузка, вы возьмёте в палестре Лангрузка, то же самое, да, белое на ногу будет абсолютно разным. И это будет, в принципе, хорошо чувствоваться даже обычному обывателю. Вот, поэтому тут как бы нужно искать свой, своего производителя, да, свою Лангрузку, потому что так просто по этикетке вы не сделаете каких-то заранее выводов. Вот, то есть, на самом деле, да, Лангрузка и Лангрузка, а какой именно сорт из этого семейства используется, не ясно. Даже если и ясно, то, в принципе, это ни о чём нам не скажет. Вот. Лангрузка бывает разная, от сухой, да, до сладкой, от белой до красной, тоже, в принципе, различий очень много, очень много разных разновидностей. Вообще, семейство Лангрузка – это красная сорта винограда, но производится как белая, так розовая, так и красная. Вот, в основном у нас в России идёт импорт всё-таки полусладких Лангрузк, но, по-моему, в 2019, да, уже году у нас на полках появились и полусухие. Вообще, в Италии, конечно, больше производится полусухих и сухих, но, так как русский потребитель больше любит что-нибудь сладенькое, да, что-нибудь послаще, то импортируем его, соответственно, на спрос, да. Хорошо. Пойдём дальше. По методу производства игристых вин, да, давайте сначала рассмотрим традиционный метод, либо, да, как говорится, метод шампануа. Вот. Давайте тогда вкратце про метод ансестраль. То есть, если у нас метод ансестраль подразумевает сразу розлив по бутылкам, никакого добавления дозажного ликёра, да, уже ничего такого здесь нет. Это самый, можно сказать, традиционный метод предков, самый простой. Розлив по бутылкам, натуральные дрожжи, закупоривание, и всё, собственно, после некоторого времени, в основном это год, либо полтора, сразу всё это дело, даже зачастую без удаления осадка, поступает на продажу. То есть, да, сразу можно сделать вывод о том, что при процессе брожения образуется, ну, в принципе, большое количество осадка, и, соответственно, вин и гристые по методу ансестраль, они замутнённые, с большим количеством осадка, да, что допустимо, конечно же. Но зачастую ты можешь не знать, что ждёт тебя под пробкой. Потому что, во-первых, натуральные дрожжи, это никак не контролируется. Опять же, это может быть давление либо две атмосферы, что будет значить, что пузырьков не будет вообще. Либо может быть даже такое, что вы потрясёте, а бутылка взорвётся у вас в руках, потому что давление будет слишком большое, в свою очередь. И, соответственно, про вкус. Так как, опять же, да, натуральные дрожжи, это всё никак не контролируется, и зачастую даже можно не предполагать, какой вкус и аромат будет у игристого вина, произведённым этим способом. И потом уже вот именно этот способ, ансестраль, был, скажем так, доведён до ума, и вторичное брожение в бутылке осуществлялось уже позже. То есть именно вторичное. Сначала происходит обычное брожение, да, делается основа, брожение происходит также в стальном чане, а потом происходит сетираж, шампанизация уже, ренуаж, в свою очередь, дебержаж, да, удаление осадка, и потом уже дозаж, добавление как раз-таки липёра для получения необходимого нам количества сахара, для получения необходимой категории шампанского, ну, либо кремана, да, либо кавы. Ну, опять же, повторюсь, кава производится практически вся, без добавления дозажного липёра. Ну, и потом, собственно, упаковка, и данные вина приходят в магазин Винлак. Да, если говорить вообще про шампанское, то, как я уже говорила, что брюд, вариант брюда белого, он тоже довольно универсален, подойдёт ко всему, и также можно использовать для производства различных коктейлей. Причём коктейлей огромное количество, да, смешивают как с опиролем, так и с вермутами, какими-то персиковыми пюре для получения различных коктейлей и прочее. Вот. А следующий уже более дешёвый способ, более быстрый, скажем так, это метод Шарма. Вот именно по нему производят Асти, Просека, Лампруска, да, и производили во времена СССР советское шампанзе. Вот здесь вторичное ображение происходит уже в закрытых резервуарах с искусственными дрожжами, потом точно так же, что это чистая посадка, добавление ликёра дозажного, да, смесь сахара и вина, и розы. Именно из-за метода, именно из-за специфики метода, здесь уже меньшее количество пузырьков, меньшее газированность, да, то есть меньшее количество атмосфер. Вот. Также существует ещё непрерывный метод, его придумали именно у нас, в СССР, да, ещё более удешевить, скажем так, он подразумевает собой брожение в непрерывный, скажем так, цикл брожения, непрерывный цикл производства. Вот. То есть сначала вино, ну, сусло, да, для вторичного ображения помещают в ёмкость под давление, потом добавляют сахародрожжи, заполняют щепками, и уже в последующих чанах вино созревает, формируется и прочего. Ну, вообще это непрерывный процесс, да, то есть когда с первого чана всё перетекает во второй, одновременно в первый заливается уже новое сусло для производства следующего, скажем так, розлива. И, соответственно, именно поэтому, да, советское шампанское, российское шампанское мы можем приобрести за 164 рубля по самой низкой цене. Вот. А в непрерывном методе, да, уже, скажем так, опять же, именно из-за метода, из-за специфики большее количество атмосфер, здесь уже тоже 6 где-то, то есть большая газированность, иногда даже чересчур и прочее. Но почему вообще мы можем называть словом шампанское, да, наши какие-то варианты советское, российское, ростовское и прочее? Ну, конечно, всё дело в истории. Вот. Вообще, в 1899 году Лев Голицын решил произвести своё шампанское. А в те времена, да, ассоциировались со всем французским, то есть русские люди одевались по-французски, говорили по-французски и, конечно же, пили французское шампанское. И тогда Лев Голицын буквально за несколько лет из 5000 сортов выбрал 5 для производства своего шампанского, произвёл его, залил его в уже использованные бутылки из-под шампанского, заткнул пробкой и поехал в Париж. И тогда на этой, собственно, выставке, на этом конкурсе наше шампанское заняло первое место. Конечно, все были в шоке, французы в шоке. И, скажем так, под этот мировой шумок Лев Голицын наладил производство своего шампанского, но, к сожалению, потом уже, скажем так, в 10-20-м годах 20-го века он обанкротился, рецепт его производства был утерян и потом ещё спустя только 10 или 20 лет восстановлен. Но, тем не менее, это имеет место быть, да. И, собственно, тогда, именно тогда, в 1913-м году было достигнуто соглашение с Россией и странами СНГ, что мы можем указывать слово шампанское, писать, да, на наших пакетах слово шампанское, но только в отделах своей страны. То есть, если мы повезём, да, точно так же, как с коньяком, если мы повезём продавать наше советское шампанское, то на этикетке мы уже укажем советское игристое вино. Ну, собственно, точно так же, как с коньяком, да, повезём за границу продавать бастион, укажем бастион в бренде. То есть, всё должно быть уже по международной классификации. Но в пределах нашей страны, в пределах страны СНГ, мы можем указывать шампанское и, собственно, коньяк. Да, и именно из-за этого у нас в России, у российского потребителя и такая путаница. У наших людей, да, всё, что с пузырьками, всё шампанское. И иногда очень сложно объяснить, что, в принципе, игристое вино это то же самое вино с пузырьками и что наше шампанское это на самом деле совсем не шампанское, а то же самое игристое вино. Вот. И также существует ещё несколько методов. По ним производятся уже более дешёвые игристое вино и даже скорее винный методу не слышно. Коллеги, слышно, да? Пропал звук. Теперь появился. Так, давайте начну тогда с метода сатурации, да, опять, что по методу сатурации, по методу по-другому его называют велосипедовый насос, производятся либо очень дешёвые игристые вина, либо винные напитки, такие как Санта-Стефана, Лавэти, Предвкушения и ещё огромное-огромное количество того невообразимого ассортимента винных напиток, которые есть у нас в мире. Вот. Что здесь? Здесь, конечно, ни о каком вторичном брожении речи быть не может вообще. Здесь углекислый газ поступает прямо в ёмкость, либо в чан, да, то есть сразу с вином, и потом это быстро-быстро развивается без потери углекислого газа, либо непосредственно газ поступает уже в бутылку. Вот. Тоже, в основном, его поступает очень много, дабы довести до атмосферы, скажем так, 6-7 атмосфер, поэтому оно получается в основном очень газированное, очень такое противное и прочее. Так, у кого нет звука, коллеги? Коллеги пропадают периодически, ну, что-то у нас нестабильная интернет сегодня. Вот. Еще вернемся немножко назад. Забыла сказать, если говорить об итальянских игристых винах, да, то это, конечно, не все. Не оставили. Это не все игристые вина, да, которые существуют в Италии, они могут быть не присоединены к определенным апеллосионам, к определенным регионам и прочее. Тогда обязательно, да, будет указан регион, ну, в котором производится и обязательно будет еще классификация. Классификация здесь уже будет по газированности. Вот. Либо это спуманта, либо фризанты. Я думаю, вы это тоже всегда в ассортименте, на их 300 винах итальянских уже видели. А спуманта это менее, более газированная, то есть это уже 3-4 атмосферы. фризанты это менее 3-х атмосфер, то есть, соответственно, да, видите, надпись фризанты, оно будет менее газированное, меньше пузырьков, меньше, ну, для кислого газа, соответственно. Вот. То есть, скажем так, будет немножко послабее. А также, в принципе, в Италии есть много очень игристых вин, можно вспомнить здесь такое игристое вино, как фраголина, но не путайтесь с тем, что стоит у нас на полках, у нас фраголина это винный напиток с добавлением различных амортизаторов. Вообще, фраголина производится из сорта винограда Изабелла, но сейчас его производство ушло на спад именно из-за того, да, что сорт, технический сорт Изабелла практически везде уже запрещен из-за своих не очень хороших последствий, да, после брожения, скажем так. Вот, еще про итальянское самое знаменитое игристое вино у нас, к сожалению, пока в ассортименте его нет, но вдруг. Это ответ шампанского. Называется он франчикорта. Вот, франчикорты схожий сортовой состав, да, там также присутствуют шардоне, пинаминье, но могут еще несколько сортов использоваться. И схожий стеруара, то есть тоже очень холодный климат, точно такие же известняковые почвы. И отсюда, да, из-за схожести сортового состава, из-за схожести теруара, из-за идентичного метода производства, то есть традиционного метода шампануа, франчикорта и шампанское очень похожи между собой. На слепых дегустациях, там на всяких конкурсах их постоянно путают, но и цена очень также похожи между собой, в принципе, то есть это уже там от двух, от трех тысяч рублей. Вот. Не всегда, к сожалению, мы можем, да, позволить себе приобрести такое гристе вино, салата, поэтому если говорить опять про новогодний стол, то, по моему мнению, вот кава, как напиток, да, и гастрономические сочетания будут более универсальны. Вот. Но, конечно, тут все зависит от вкуса и цвета. Как я уже, по-моему, говорила на прошлом тренинге, да, что асти, например, какое бы асти это ни было, маркезине асти, мартини асти, мандора асти, является идеальным сочетанием к салату оливье. Которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью нашего новогоднего стола, да, поэтому, пожалуйста, если покупатель любит что-то сладенькое, как они у нас любят, это говорит, что-то такое медовое, да, что-то цветочное, то к новогоднему столу асти, салат оливье, больше, в принципе, ничего для счастья не надо, да, в свою очередь. Но, слава Богу, можно так сказать, культура питья у нас в России все-таки повышается, люди переходят к каким-то более качественным напитком, более дорогостоящим, меньшим содержанием сахара, потому что, на самом деле, что в тихих винах, что в гристых винах, сахар, да, даже на ликер, да, либо просто категории, добавляют для того, чтобы скрыть какие-то негативные нюансы, либо сорта винограда, да, урожая, то лише этого, либо процесса производства. То есть, сахар всегда скрывает недостатки. Вот. Асти на самом деле добилась, да, своего признания именно в Италии, не за счет того, что оно является каким-то супер игристым вином, а именно за счет вклада в экономику Италии, на самом деле. То есть, за счет того, что очень огромное количество экспорта, да, осуществляется именно Асти из Италии, и, соответственно, очень много налогов, и бюджет Италии, именно, пьемонта, да, увеличивается, увеличивается, то только за счет того, что люди за рубежом, да, Италии полюбили это игристое вино, только поэтому его выделили в отдельную зону, в отдельный апелласьон, да, и как будто в отдельную категорию АОЦ. Вот. Так, что еще? Коллеги, вопросы, может быть, какие-то? Я могу что-то пропустить, заговорившись, скажем так. Ну, вообще, да, пока вы пишите, если у вас есть какие-то вопросы, повторим еще раз. Повторим мы это дело вот таким способом. То есть, у нас во Франции в регионе Шампань производят шампанское из определенных трех сортов винограда. Шардоне, пинонуар, пиноменье. Методом вторичного брожения в бутылке, методом шампануар. Минимальной выдержкой 9 месяцев. Но 9 месяцев практически никогда не выдерживаться. То есть, от года более или менее хорошие производители считают нужным. И миллизивные, соответственно, от трех лет. Вот. За пределами Франции, за пределами региона Шампань Франции производятся креманы. В принципе, креманы можно найти практически в любом регионе Франции, но более-менее известные на мир. Это креманы Луары, креманы Эльзаса, конечно, и креманы Бургундия. Вот. В свою очередь в Италии уже есть свой ответ французскому шампанскому. Это франчикорта. Да, то есть схожесть Теруара, схожесть сортового состава, идентичный метод производства. То есть, прямо, в принципе, аналог. Но стоил бы он дешевле, можно было бы позволить себе его как альтернативу. Но, к сожалению, ценовой сегмент практически точно такой же. И другие вина Италии, это, конечно, асти, да, из одноименного апелласьона из сорта винограда мускат. Всегда сладкий, либо полусладкий производится по методу Шарма. А метод Просека из, ой, игристое вино Просека, тоже самое метод Шарма, сорт винограда всегда Глера, либо Глера преобладает от 85%, не менее, могут добавляться еще какие-нибудь сорта. Точно так же, да, метод Шарма. И Ларвуска, такой, скажем так, более дешевый сегмент итальянских игристых вин. дешевый он именно из-за того, что производится его огромное количество и метод, да, такой недорогостоящий. Плюс то, что сорта разрешены в пределах семейства, а в семействе, я уже говорила, более 60 сортов. Да, и соответственно, поэтому его много, никакой ограниченности нет, если смотреть, как у шампанского, то есть это ограниченный дюрор, ограниченное количество урожая, и в соответствии ограниченное количество производимых, да, напитков, то у ламбруска нет. Именно поэтому ценовой сегмент там от 250 рублей и выше. В основном производят кава, кава, конечно, он будет по вкусовым характеристикам не схож в свою очередь шампанский, да, в первую очередь из сортового состава, здесь уже макабел, марильяда, а в рао-дюрсо это, конечно, и кристое вино. Это игристое вино, потому что производится не в регионе Шампань. Но сортовой состав там также присутствуют и шардоне, и пинануар, но, тем не менее, есть в Абрао-дюрсо еще и другие сорта отличные, да, от шампанского, это и кабернет фран, и кабернет савиньон, и прочего. То есть у российских шампанских сортовой состав вообще не регламентируется. Может быть использовано все, что угодно. И по методу производится тоже по любому. У Абрао-дюрсо есть несколько линеек, они производятся как по методу Шарма, так и по методу Шампануа, да, более дорогостоящие, которые винтажно идут, там, тысяча плюс стоимостью, но также у Абрао-дюрсо есть и винные напитки, которые производятся методом сатурации, то есть непосредственным вливанием углекислого газа. Этикетки углекислого газа с добавлением различных ароматизаторов и прочего. Ну, понятно, что на этикетке написано русское шампанское. Я вот про что и говорю. На Бастионе написано российский коньяк. Ну, по международной классификации, это же бренди. Вот точно так же по международной классификации и Абрао-дюрсо, и что у нас там и фанагорийские игристые вина. Это все игристые вина. Если Абрао-дюрсо повезет продавать, а не ввозу, продавать свои игристые вина на международный рынок, то они будут уже указывать Абрао-дюрсо и игристое вино и никак иначе. Это по винному законодательству на международном уровне закреплено. Внутри своей страны, внутри России мы можем писать все же. Но если этот товар вывозить на международный рынок, то только игристое вино и никак иначе. Вот. И то же самое с коньяком. Естественно, что многие производители пишут шампанское для того, чтобы просто привлечь потребителя и для того, чтобы просто не запутать. Потому что, опять же, у нас 90% покупателей не знают, что такое игристое вино, но знают, что такое шампанское. Это то, что с кузырьками. Вот. Это уже избытки времен СССР, скажем так. Так, перейдем дальше. Так, к Испании. Значит, кава у нас игристое вино производится из большого количества сортов, но ключевые это Парельяда, Шарелла и Макабел. По методу шампануа выдержка на осадке не менее 9 месяцев и там уже по классификации испанских вин, то есть Резерва, Гран-Резерва и далее. считается самым буквально универсальным в свою очередь игристое вином, подходящим практически к любой каве. Розовая кава производится из Гарначи, из сортов присущих Испании, Гарначи, Темпромирия и прочее. А в Германии и Австрии существуют также свои игристые вина, они выделены в отдельную категорию с 2013 года, это игристые вина Зект. Но, к сожалению, довольно таких качественных образцов очень мало, и у нас в ассортименте, к сожалению, пока их нет. Единственное, что Маркус Молитор, по-моему, появился у нас Зект, вот, уже более приличный. А если вспомнить, например, игристые вина в Германии, которые у нас есть, Купфенберг, да, эти вот такие, огромное количество там, да, разновидностей по сахару идёт, на них в сортовом составе даже не указаны сорта, то есть пишутся просто немецкие местные сорта. А, соответственно, не зная сорт, мы в будущем не можем сказать ничего о вине. То есть то, что будет ждать нас под пробкой, будет нам заведомо неизвестно. Вот, поэтому тоже Зект рознь, потому что это пока очень слабо контролируется в Германии, в Австрии, но, тем не менее, хорошие образцы тем не менее присутствуют. Вот. Ну, про российские виды игристых вин, это, конечно, российское шампанское, советское шампанское, сейчас в основном производится по непрерывному методу. Сортовой состав не ограничен пока никаким образом, но, может быть, в будущем вполне. Вот. Но, опять же, у нас в России также производят игристые вина по методу шампануа. Вот, опять же, Абраудерсо. Линейка, я, честно, не помню, как она называется, но стоимость там 1000 плюс. Это уже метод вторичного брожения в бутылке, да, метод шампануа. Ну, в принципе, все. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Не стесняйтесь, пожалуйста, спрашивайте, потому что Новый год на носу. Нам нужно выбирать для наших покупателей самое лучшее игристое вино, которое подойдет им, чтобы они возвращались к нам снова и снова. Вебинар можно будет скачать на нашем YouTube-канале. Вот, коллеги, да, у нас появился YouTube-канал, мы идем много со временем, скажем так, там мы выставляем какие-то познавательные наши вебинары, да, во-первых, познавательные видео производства тех или иных напитков, не только вин, не только каких-то игристых вин, но и крепкого алкоголя, да, также выставляем видео с каких-то, может быть, наших заводов, прочего. Да. Да. Вот, то есть заходите на YouTube, в поиски, набираете просто BenLab учебка, вам либо наш сразу канал выйдет, либо видео с нашего канала. Вот, заходите на наш канал, нажимаете кнопку подписаться, конечно же, там что, не знаю, ставите лайки, оставляйте комментарии, в комментариях можно оставить какие-то пожелания, которые вы бы хотели в будущем увидеть, может быть, в наших вебинарах, может быть, в учебных неделях, в каком-то просто информативном варианте. Вот, скидывайте ссылку своим коллегам в других магазинах, набираем обороты, может быть, мы станем известными. Так, ну все, да, больше, в принципе, вопросов нет. Отлично. Самое главное, запомните, что каждое шампанское это игристое вино, но не каждое игристое вино это шампанское. Во вкусах, в процессах производства, в сортовом составе они все различаются между собой. Они не все одинаковые, да, они все разные в вкусе, в аромате, в газированности, да, то есть в давлении атмосфер и прочего. Ну а вообще, как я люблю говорить, чтобы понять вино, да, его нужно знать, а чтобы его знать, его нужно дегустировать. Поэтому дегустируйте, узнавайте все новое, изучайте. Спасибо большое за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok